Блоки управления двигателями. То есть отключаем. Только мы их включаем. Водитель видит отключен. Включил. А не исчезнет эта надпись. Новый трамвай больше похож на космический корабль. Здесь все управляется при помощи электроники. Если что-то произойдет, компьютер об этом даст знать водителю. Ему, кстати, тоже добавили комфорта. Теперь вагоновожатые не будут умирать от жары, как это было прежде. Раньше просто кондиционер было привилегией. То есть даже не у каждого дома было. А здесь у нас в данном случае стоит система кондиционирования. Как раз обеспечивает благоприятный климат для водителя. То есть водитель уже спокойно работает. Можно всю смену на жаре без приключений. Приятные сюрпризы есть и для пассажиров. Кондиционеры заменила современная система климат-контроля. Говорят, что она запросто спасает от июльской жары. Плюсом для челябинских вагонов сделали более мощными обогреватели. Все-таки полгода у нас стоят минусовые температуры. На пульте водитель выставляется температура и климатическая установка живет своей жизнью. То есть вот здесь в средней части это воздухозабор. Воздух отсюда забирается и из боковых дефлекторов распределяется по салону. А чтобы такой климат сохранялся, прохлада и тепло зря не выходили, двери теперь будут открываться только по требованию. На остановке водитель будет снимать блокировку, а пассажирам останется только нажать на большую кнопку. 33 пассажирских места предусмотрено. Места для инвалидов в средней накопительной части. Пока в Челябинске два таких вагона. До конца года придет еще 28. Стоит отметить, что бюджету пришлось раскошелиться ради таких приобретений. Один трамвай в прошлом году стоил 35,5 миллионов. В этом году мы покупали за 59,8. Но это очень дешево, мы купили очень выгодно. Сейчас, с учетом подорожания всех цен, города покупают полу низкопольные вагоны за 74 миллиона. В рамках транспортной реформы в городе планируют существенно обновить парк трамваев. Через два года на Челябинские рельсы должны встать 250 вагонов. За это же время планируют достроить мост уже до вокзала и пустить трамваи в Ленинский район.